У нас на съезде присутствует Александр Золотарев, мой друг. Он представляет пациентскую организацию из Удмуртии и конкретно совсем недавно он занимался вопросом, когда сокращают стационары именно психиатрического плана, но конкретно он сейчас об этом расскажет в двух словах. Спасибо, Григорий. Сегодня мы, пациентское сообщество, являемся свидетелями ситуации, связанной с оптимизацией в оказании психиатрической и медицинской помощи. В частности, в Удмуртии пациентское сообщество столкнулось с тем, что по распоряжению региональных властей, будто бы так это преподносится, улучшается качество оказания медицинской помощи. Что скрывается за этим улучшением, в кавычках улучшением? А скрывается самое элементарное сокращение койко-мест, с чем мы столкнулись на примере Глазова, где у нас имеется психоневрологический диспансер. Если до 1 июня сократили 50 койко-мест и 150, по состоянию на 1 июня было 100 койко-мест, то сейчас речь идет о сокращении еще 50 койко-мест в стационаре. И вот они это преподносят под улучшением качества оказания медицинской помощи. Кроме того, у нас в Глазове отдельно функционировало отделение психоневрологической помощи, где пациенты получали помощь при приграничных состояниях, связанных с стрессовыми моментами, депрессией. Все это тоже с 1 июня сократили. Получается, стационары сейчас переполнены, свободных мест нету и большая очередь идет для того, чтобы положить? Да, стационары переполнены. Попасть туда со слов пациентов практически нереально. Мы предполагаем, что попадают туда только через какие-то договоренности, а так через оказание первичной медико-санитарной помощи, то есть через консультацию, получается, врача-психиатра, попасть практически нереально. И уже мы имеем случаи, когда в следствии того, что такая помощь оптимизирована, пациентов отправляют именно с психоневрологическими тяжелыми патологиями, направляют лечиться домой. И есть случаи суицидов, когда пациенты просто-напросто выбрасываются из окон квартир и умирают. Получается, государство отказывается от этих пациентов, сокращая именно койко-места в профильных стационарах? Скорее всего, такая же ситуация, наверное, по всей стране? Я предполагаю, что такая ситуация не только в Удмуртии, поскольку психиатрия, по моим сведениям, в ОМС не входит, а финансируется за счет средств бюджета. И, соответственно, регионам удобно проводить политику по сокращению расходов на оказание данной медицинской помощи. В принципе, такой случай, как произошел с бывшим пациентом Шишлова, который находился на амбулаторном принудительном лечении, он мог в Вашей именно республике произойти? Мог, мог. Они происходят, то есть вот этот пациент непосредственно порезал ребенка и свою родственницу еще дополнительно, у других проявление, что они заканчивают жизнь суицидом, то есть у каждого заболевания, ну, вернее, у каждого конкретного случая свое обострение со своими последствиями, правильно? То есть те, кто выпрыгнул из окна при определенных обстоятельствах, мог бы также и проявить какие-то другие методы воздействия на население, да? Да, ну, я скажу откровенно, в случае, если бы это ничего не было оптимизировано, то и пациент был бы жив, он бы получал необходимую медицинскую помощь, и если бы этой политики не было, то есть политики, я имею в виду, государства по сокращению расходов на данную сферу медицинской помощи, и ситуации с врачом Шишловым, по моему мнению, тоже не было бы. Спасибо большое. Удачи профсоюзу в отстаивании прав как врача Шишлова, так и защиты прав пациентов.